МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, в июне Государственный художественный музей стал первым в Югре, где был запущен мультимедийный гид по музеям, артефакт. Что это такое? Рассказывай. Давайте коротенько сначала о самом артефакте в этом проекте. Министерство культуры разработало такую платформу. Приложение для телефона это то, что видит пользователь. Это большая платформа, которая позволяет создавать интерактивные гиды с дополненной реальностью. Что это такое? По факту приходишь, висит картина, какое-то другое произведение искусства. Вы направляете смартфон на эту картину. Оттуда появляется маленькая тюкенька. Да, и появляется информация о этой картине. Плюс там есть различные точки интересов, так называемые. Например, если на картине изображен человек в каком-то костюме, то вы можете, нажав на этот костюм, на точку на костюме, узнать, какого века это костюм, какая мода была тогда. Может быть, не совсем кто сшил. Откуда пятно. То есть, какую-то подробную информацию. Откуда пятно, в конце концов. Да, то есть, какие-то интересные факты о картине вы можете узнать. На мой взгляд, это очень полезное приложение. Но все это в текстовой форме, или все-таки это красочно? Потому что я смотрю, допустим, мне показывается на экране какой-то вордовский, допустим, файл, и я также, смотря на картину, продолжаю читать. Либо все-таки это все красочно, я смотрю и вижу эту картину, и на фоне ее... Нет, вы видите эту картину, и на фоне этой картины, соответственно, появляются какие-то тексты, которые вам интересны. Также, с помощью этого приложения, вы можете посмотреть реставрацию различных картин, икон или других экспонатов. Например, как это выглядело до, как это выглядело после. То есть, реставрации... Это же такой трудоемкий процесс, вносить всю эту информацию детально, про каждую детальку на картине. Сколько на данный момент уже экспонатов можно рассмотреть таким образом в приложении? У нас в Музее, в Государственном художественном музее 16 экспонатов, 16 картин, и в доме музея Игоряшева мы недавно запустили, там тоже 10 картин и 33 точки на этих картинах. То есть, работа достаточно трудоемкая, можно назвать это даже такой научной работой. Конечно, творческо-научной. Творческо-научной, да. Вот таким вот образом приходите, это очень интересно на самом деле, походить с телефоном. Но работа продолжается еще? Да, работа продолжается. Количество будет увеличиваться? Да, мы будем увеличивать, естественно, количество картин, просто это требует определенного количества времени, и, конечно, мы будем пополнять. В результате хотелось бы, конечно, все экспонаты внести в архив. Ну и так, мы уже по данным того же приложения «Артефакта», да, мы находимся, наш музей находится в шести рекомендуемых музеях России. Ага, вы посмотрите. Среди которых, между прочим, сейчас я вот посмотрю свои подсказочки. Давайте. Я понимаю уже. Вот, например, русский музей. Вы посмотрите, мы конкурируем. Музей Пушкина, да. А это на минуточку. Мы же обошли их? Или наряду с ними, находимся? Нет, наряду с ними, да. Тем самым нужно призвать югорчан пользоваться, смотреть, приходите в Государственный художественный музей. Да, в музей художника Игошева. Да, Игошева, и смотрите. Но, с приложением все понятно, есть артефакт, но, как говорится, есть предложение, было бы на что смотреть. А смотреть у нас есть на что всегда. Чем же, Леш, чем все-таки лето, все отдыхают, но вы работаете, и вы молодцы. Чем Государственный художественный музей радует и с какими-то дарами приглашает, что есть показатель в Государственном музее. Помимо постоянной экспозиции в нашем музее, две достаточно интересные выставки. Я бы сказал, очень интересные. Эта выставка, одна выставка называется «Огнеборцы». Она открылась в июне совместно с Ханты-Мансийским кружным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольческое пожарное общество», главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийску. Так и хочется спросить, что, что? Да, и седьмым отрядом Федеральной противопожарной службы. На мой взгляд, вот я два года примерно работаю в музее, это, наверное, первая выставка такая, посвященная некой профессии. Картины, на самом деле, очень красочные, большие, так скажем, ну, по размеру такие полотна монументальные, и с интересными сюжетами. Которые рассказывают про нелегкую жизнь. Да, это нарисовано современными художниками, поэтому будет интересно. Выставка дополнена различными предметами из быта пожарной службы, в том числе костюмами 19 века. Так, и еще, давай, Леш, в двух словах, заинтересуй, пригласи. И выставка еще, выставка Виктора Васнецова по триптиху «Каменный век». Это очень такая большая тоже работа монументальная, она является эскизом к фризу, который находится в Государственном историческом музее в городе Москве. И работу в свое время современники сравнивали с работой Помпеи, господину Брюлова. Вот, поэтому, я думаю, очень стоит прийти и посмотреть. Потому что она выставляется? Потому что выставляется она раз в два года, в связи с тем, что это картоны, нарисованные, грубо говоря, там, карандашом. И очень подвержена свету, да, явлению света. Поэтому выставляется на небольшой промежуток времени и потом обратно убирается в холодильнике. Приходите, успевайте. Работы, во-первых, это Воснецов. Это уже стоит прийти посмотреть, где вы еще в Югре увидите. Даже в ближайшем. В метро в Москве. При Югорье в ближайшем. Поэтому просим. Леш, спасибо, что рассказал и про артифакты, и про все экспозиции, которые происходят в Государственном художественном музее. Друзья, приглашаем с Алексеем. Мы, конечно же, прощаемся. А с вами мы увидимся через несколько минут. Субтитры сделал DimaTorzok